Глава пятнадцатая второй книги Паралипоменон Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не слабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Адеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Монасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху мать свою царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы.